Чтобы с Россией сняли санкции, должны быть выполнены минские договоренности. Это заявление премьера Кэмерона по итогу встречи с семерки в Японии. Сейчас лидеры договорились, что санкции в июне продлят. Но, что удивительно, вновь, уже не в первый раз, выполнение протоколов требует от России. В адрес Украины лишь звучит «все стороны конфликта должны протоколы соблюдать». Кстати, Россия стороной конфликта не является. В минских соглашениях речь идет об Украине и самопровозглашенных республиках Донбасса. То есть, то, что украинская армия до сих пор стреляет в Донбассе, и накануне в субботу там вновь были настоящие бои, и то, что Киев свою часть работы по проведению там выборов, амнистии и так далее не выполнил, остается как-то за скобками. Не выполнил, но и не выполнил. В ответ на решение о продлении санкций премьер Медведев уже заявил, свои встречные санкции мы тоже продлим на полтора года, а пока строим экономику. Как строить обсуждали на экономическом совете у президента, куда позвали ведущих экономистов и министров. Мой коллега Павел Пчелкин слушал доклады и делал выводы, на что дальше жить будем. Незадолго до заседания Совета по экономике основные докладчики развернули в прессе бурную дискуссию, ведь речь идет ни много ни мало об изменении экономической модели страны. Прежнее почти исчерпало возможности для роста. Поиск новых источников идет полным ходом, но президент требует форсировать эту работу. Сам по себе экономический рост не возобновится. Если мы не найдем новых источников роста, то динамика ВВП будет находиться где-то около нулевой отметки. И тогда наши возможности и в социальной сфере, и в области национальной обороны и безопасности, в решении других задач будут существенно ниже того, что нам с вами нужно для полноценного развития страны, для движения вперед. За видимым спокойствием, сухими цифрами и экономическими терминами докладов на Совете бушевали нешуточные страсти. Их было сложно скрыть и после заседания, когда Алексей Кудрин и советник президента Сергей Глазев завели разговор об источниках дешевых кредитов для бизнеса. Когда нужно было, Центральный банк кредитовал. Сейчас большие средства на счетах предприятия, сейчас нет такой необходимости. Вынужден вступить в дискуссию, потому что то, о чем Алексей Леонидович ему сообщил, это есть главная причина экономического спада. Нет, давайте так. Похоже, президент предполагал, каким будет накал полемики и сразу предложил гостям хладнокровно сосредоточиться на поставленной задаче. Думаю, вы согласитесь, что никакой монополии на истину в экономической дискуссии быть не должно. Я прошу всех в ходе наших встреч максимально уйти от идеологических предпочтений, не замыкаться в рамках тех или иных теоретических концепций построений, а руководствоваться прагматическими подходами, сосредоточиться на выработке реалистичных и объективных решений. Недавно Путин назначил бывшего министра финансов Алексея Кудрина своим заместителем в Совете по экономике и ждет результата. Совет должен наметить точки роста и ориентиры экономики до 2025 года. Кудрин и близкие к нему эксперты утверждают, что средства на инвестиции для роста производства в России есть, несмотря на западные санкции. Я приведу пример. И в Китае, и в России иностранные инвестиции составляют примерно в лучшие годы 15%, около 15%. Соответственно, 85% – это те сбережения, которые через внутренние механизмы и финансовые институты проходят и превращаются в инвестиции. В интервью Первому каналу Алексей Кудрин напомнил, в банках на счетах предприятий сейчас скопилось около 12 триллионов рублей, которые могут быть инвестированы в экономику. Почти столько в год тратит на эти цели государство из бюджета. Но эти деньги сейчас фактически лежат мертвым грузом из-за высокой инфляции. Все потому, что банковский кредит под 15-20% годовых для бизнеса не подъемен. Вот идеальная модель. Заработанные гражданином или предприятием, деньги находятся на счетах в банках. Банки из этих денег дают кредиты предприятиям. Если инфляция стабильно низкая, скажем, 2-3% в год, то и процент кредита низкий. Бизнес охотно берет деньги в долг на развитие или новые проекты. Больше проектов и прибыли, больше денег возвращается в банки. Значит, больше возможностей кредитовать бизнес снова, и все повторяется. Это называется экономический рост. В этой связи я вижу больше потенциал экономики и кредитования, когда инфляция снижается, и возникают проекты, и проекты становятся выгоднее. Низкая ставка, мы можем этот кредит взять больше или для большего количества проектов. 30 стран мира взяли в своих политиках определить, что инфляция должна быть низкой на уровне не выше 3, как правило, 2%. И этот режим политики называется таргетирование инфляции. От слова таргет – это цель. В России в разгар кризиса инфляция была около 13%. Сейчас около 7%. Если правительство ее не сможет снизить еще, считает Кудрин, о росте экономики можно забыть. Именно здесь и разгорелись главные споры. Уполномоченный по правам бизнеса Борис Титов, представивший доклад объединения Столыпинский клуб, уверен, ждать, пока правительство справится с инфляцией – ошибка. Нужно идти от обратного. Будет экономический рост, тогда и инфляции не будет, считает он. По плану Столыпинского клуба под названием «Экономика роста» деньги для кредитов бизнесу под строго отобранные проекты может просто напечатать Центробанк. Полтора триллиона рублей. Эти деньги пойдут по специальным целевым каналам. Они окажутся в реальных производственных проектах. То есть деньги, которые выделяются, будут вложены в производство, которое даст новую добавленную стоимость. И тем самым эта добавленная стоимость компенсирует те новые деньги, которые окажутся в экономике. Но не будет никакого давления на инфляцию. Из десяти пунктов концепции Столыпинского клуба именно этот вызвал безоговорочное неприятие у Минэкономразвития и у Алексея Кудрина. Полтора триллиона не решают судьбу инвестиций в Россию, но могут вызвать инфляцию. То есть риски превышают возможный эффект. Они говорят об отдаче, и это даст обратный эффект и так далее. Вот вы как с этим? Да, отдача будет через несколько лет, а деньги попадут в экономику сегодня. Вот в чем дело. Это тоже недооценивается. Иначе говоря, две стороны дискуссии разошлись в рецептах и темпах лечения экономики. Представленный Столыпинским клубом доклад экономикой роста сейчас анализирует правительство. Его авторы считают, настало время для радикальных изменений. Уверяют, роста можно добиться уже в этом году. Колоссальные источники сырья и большой нужный технический потенциал, который сегодня не используется, говорит о том, что страна потенциально может производить в полтора раза больше, чем производит. Объемы производства позволят нам выйти на темпы роста не менее 3% в этом году, не менее 7% в следующем году и довести до 10% через год. Планы реформ группы Кудрина более консервативные. В итоге обещают от 1 до 4% роста ВВП 2019 года. Сводят к минимуму риски бюджета, несущего немалые социальные расходы. Этой темы на заседании коснулся и президент. Необходимо одновременно обеспечить увеличение темпов роста отечественной экономики и провести структурные реформы для повышения ее эффективности. Очень важно при этом сохранить макроэкономическую стабильность, не допустить раскачки бюджетного дефицита и разгона инфляции. Каким будет окончательный план реформ, пока сказать трудно. Хотя чем он будет отличаться от прежних, замглавы экономического совета Кудрин знает точно. Недостаток всех предыдущих программ был в том, что механизмы исполнения не были правильно, хорошо прописаны. Не были прям пошагово прописаны. Мониторинг исполнения, качество кадров, которые вовлечены в это исполнение. Ну и ответственность в конечном счете, что может быть связано и с наказанием, и с увольнением. Надо отметить, что у двух концепций реформ есть пункты, по которым почти нет разногласий. Например, по сокращению участия государства в экономике. Нет спора и о том, что необходимо увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП России в три раза. А значит сделать так, чтобы налоговая служба, суды, проверяющие правоохранительные органы, не мешали бизнесу, а стояли на страже его успешного развития. Павел Челкин, Федор Сухарников и Виталий Зайцев. Воскресное время. Первый канал. Продолжение следует.